Ребята, всем привет! У нас сегодня с вами ролик, будет посвященный вашим вопросам. Я бы хотела ответить практически в живом формате, не подсматривала, старалась не готовиться никак морально и физически, поэтому у нас будет сегодня такой лайтовый формат общения. Если вы любите меня, любите мои рассуждения и хотели что-то от меня узнать такое интересненькое, то оставайтесь, сегодня у нас будет, вот я вижу уже первый вопрос про уход, и про... всех интересует про личную жизнь, так что welcome! Первый вопрос, будут ли еще украшения от Алины? И здесь я сразу хочу ответить, что да, потому что мы прям расширяем производство. Я хотела бы сделать магазин концептуальных товаров и украшений, и одежды, того, чего конкретно мне не хватает в гардеробе, конкретно чего не хватает там из украшений. И у меня есть девочка-партнер, это моя любимая подружка, у которой очень схожи со мной вкусы, и поэтому мы с ней постоянно генерируем сейчас какие-то идеи, и начинаем потихонечку вкладываться в производство. Я не хочу делать из этого ролика какой-то рекламный, поэтому просто скажу, что мы сейчас над этим прям сильно так сделали упор, и работаем, делаем сайт, и вот, например, уже пробные украшения я ношу, не снимая две или три недели, забрала прям тестовый образец. Первый вопрос, какой твой базовый ежедневный уход за лицом и телом? Мой базовый уход состоит всегда из умывания утром и вечером. Я смываю полностью весь макияж и остатки, там, может быть, былой роскоши после подушки, если это утром, и делаю я это всегда с помощью средств, созданных для атопичной кожи, то есть кожи, склонной к такой серьезной сухости. Я это делаю для того, чтобы не травмировать свой пиаш, то есть кислотность кожи, и чтобы у меня она успевала сама восстанавливаться, заживляться, если есть какие-то ранки и так далее, и я просто уже сквозь года и сквозь время выяснила свою формулу идеальной, так скажем, для меня кожи. И что конкретно мою кожу провоцирует к высыпаниям, все эти продукты были убраны. Сейчас конкретно у меня умывашка с iHerb. Тестирую, но есть различные бренды, представленные у нас. Это овенксерокальмэйди, который я постоянно нахваливаю, это топикрим, это урияж масло, созданное оно и для лица, и для тела, и для деток подходит, и для волос. Вот такие продукты я использую всегда. После того, как я умылась, я использую тонизирование. Это всегда продукты типа гидролата, липы от краснополянской косметики. Еще один вариант это сейчас у меня конкретно от La Mer, вот этот их водорослевый, самый известный концентрат такой полулосьонистого типа. Я им протираю, даже не протираю лицо, а скорее втаптывающими движениями после умывания всегда наношу. Иногда я на этом даже могу остановиться. Либо все зависит от состояния моей кожи. Мои любимые кремы это Клэрс Blue Calming Cream. Крем заказываю на iHerb уже много лет, и вам всегда советую. Очень щадяще ухаживает, увлажняет, подходит на любое время года. Но если мне нужен суперинтенсивный уход, например, у меня вот там сопли были условные, или какие-то шелушения там вокруг носа появляются там или на подбородке, я просто использую какой-то более плотный крем. Мне на самом деле удивительно, хотя раньше не подходил, подошел La Mer, их классический тоже крем. И в такие дни я всегда наношу его более плотным слоем, то есть более такой густой он и более питательный. Вот он очень хорошо убирает шелушение с моей конкретной кожи. Поэтому если говорить о каком-то срезе, таком топе продуктов, которые я использую на каждый день и довольно длительный период времени, то это все. Но у меня, конечно, вся ванна заставлена уходом. За телом, соответственно, у меня тоже все щадящие продукты для ухода и очищения. Это всегда органические какие-то гели для душа с iHerb. И дальше я всегда практически использую скрабы для тела. Я их очень люблю, у меня кожа после них всегда нежная. В общем, я стараюсь сделать такой самомассаж. И если скраб хороший, с какими-то маслами, то, соответственно, я потом не использую никакие уходовые продукты. Топ-10 комфортных вещей для дома. Давайте так. Махровый халат. Это один. Два. Это шелковый халат, которым я очень часто готовлю или хожу по дому, особенно в летнее время года. Дальше. Три. Это кашемировые леггинсы от бренда Belle You. Я их, на самом деле, очень много носила. Единственное, у них качество изменилось. И они сейчас не совсем такого плана. Но, в общем, это какие-то удобные леггинсы. Четвертый спортивный топ. Это у нас от бренда тоже Belle You я обычно ношу. Я беру всегда на размер больше. Не люблю, когда впиваются какие-то резинки в меня и так далее. Я люблю в свободу, в действиях. И туда же, к этому комплекту, я очень люблю добавлять кардиган. Кардиган у меня от бренда Stradivarius, ну, например, да. И еще есть очень классный от Present Simple tricot. От Stradivarius он такой покороче. Present Simple tricot подлиннее закрывает попу. То есть, если я хочу более какой-то уютный и теплый комплект, это выглядит вот так супер. Номер семь получается. Это комплект такой мятный, очень красивый, из магазина Oysha. У них там очень классно иногда представлены домашние комплекты. И он такой, знаете, супер уютный, когда хочется прям засесть дома, но при этом выглядеть красиво. Я использую обычно именно этот вариант. Это топ и брюки. Такое хочется сказать 7-8. И девятые всякие ночнушки, наверное, более пенюарчики, какие-то более уже из секси формата. У меня есть такое черное длинное практически в пол платье. Платье, и я его покупала в H&M. И десятое это розовое платье из Asos. Оно не такое удобное, но оно прям супер женственное, поэтому я его тоже часто надеваю дома. А так, естественно, это какие-то спортивные штанишки, футболки и так далее. Какие ювелирные украшения ты будешь еще делать? Будут ли серьги? Серьги будут. Вот номер один раз. Все будет лаконично отвечать приблизительно одной концепции. Вы, наверное, уже с тысячи один раз видели мое любимое кольцо. Я, кстати, хочу точно такое же сейчас себе заказать на производстве на вторую руку, потому что не вижу уже себя без него. И помимо всего прочего будут такие же лаконичные тоненькие украшения. Это какие-то гвоздики вытянутые. Будем стараться делать все из золота. Естественно, там вопрос будет просто в цене и не хочется все украшения делать дорогими, поэтому где-то будем комбинировать серебро с позолотой и так далее. Здесь будем по ходу дела вам все рассказывать, показывать в отдельном инстаграме. Он называется FlyCloud Shop, но пока функционирует в тестовом режиме. Все можно будет уже заказывать, я думаю, в этом месяце, наверное. Буду запускать в магазин и сегодня буду подключать шлюз, чтобы подключить интернет-эквайринг и оплату на сайте. В общем, все в процессе. Интересно было бы узнать, чем вы занимаетесь помимо блога, какой основной источник дохода. На самом деле это один из самых частых вопросов, который появляется в рубрике «Вопрос-ответ». И буквально в каждом я на нем отвечала. Наверное, самое основное для меня это YouTube сейчас, потому что он занимает 80% моего рабочего времени и нерабочего. Может быть, кажется со стороны, что это не так много, но на самом деле ответы на комментарии. То есть это все такой процесс. Второе. У меня есть проект под названием «How to be you». Он создан для того, чтобы обучать людей, которые только хотят завести свой видеоблог, тому, как это правильно сделать. Там я освещаю абсолютно все нюансы от создания самого канала, первого ролика, подбора оборудования, алгоритмом YouTube и также более точной работы с построением личного бренда, с выстраиванием какой-то стратегии, поведения, рубрики для того, чтобы придумать, объединить все ваши интересы. То есть там есть какие-то психологические тренинги, практики и так далее. Там есть целые блоки, посвященные доходу, в том числе, как на YouTube можно зарабатывать и на косвенных площадках. Так как вы не знаете специфики, не хочется, чтобы вы думали, что ютюберы, я не знаю, зарабатывают с вас и так далее. Нет, на самом деле все процессы выстраиваются немножко по-другому. Чем более у вас лояльная аудитория, чем вы честнее с ней, тем лучше как бы у вас развивается площадка и тем самым к вам приходят работодатели, те, которых вы сами покупаете, там какую-то продукцию и вам не обязательно вообще каких-то с кем-то сотрудничать, чтобы зарабатывать деньги. Вот как в моем случае основной источник дохода не с клиентов, которые приходят, там не с каких-то тестирования каких-то продуктов и так далее. Далее у меня есть проект, в котором мы сейчас отшиваем, у нас есть коллаборация с одеждой будет. Там будут платья, юбки из атласа, там будут, причем нескольких длин, там будут топы. Это те вещи, которые я не снимаю вообще никогда, которые я беру с собой всегда в путешествия, которые ношу в любое теплое время года, и они всегда супер выигрышно смотрятся, это украшения. И это свечи тоже сейчас на финальном этапе. Мы вот с девочкой будем все это выгружать на сайт и начинать активно развивать этот магазин. То есть есть несколько таких основных костяков, которые мне приносят какой-то доход. Дальше интересно поподробнее про покупку квартиры. Не совсем понимаю, какой информации не хватило. Здесь хотелось бы уточнить у автора, но, к сожалению, я не могу это сделать. Все было одновременно очень просто. И главное ко всему подходить, наверное, стратегически. В первую очередь нужно было мне понять, как я буду покупать квартиру. Я решила это делать без риэлтора. Скачала себе все абсолютно приложения, начиная от сайт, заканчивая Яндекс.Недвижимостью. Каждый день мониторила предложения в том районе, в котором я хотела найти квартиру. Это был район, в котором я жила все последнее время. И не хотела из него уезжать. Соответственно, как только появлялась квартира в нужной ценовой категории и удаленности условно от меня, я ехала, ее смотрела, договаривалась, торговалась и так далее. Чуть не купила другую квартиру сильно дальше, чем живу сейчас от центра. И на самом деле, как говорится, ваша вас всегда найдет, потому что в последний момент мне звонят из этой квартиры, где я сейчас живу, а это через дорогу от того места, где я жила до этого. И говорят мне, Алина, здравствуйте, а вы купили квартиру? Я говорю, еще нет, но я уже подготовила все документы, сделала оценку квартиры. Мне говорит риэлтор, ну, может, вы еще подумаете. Я говорю, вы знаете, квартира 5 минут от метро, и, в принципе, цена на миллион меньше. Она такая, ну, понятно. Я говорю, ну, в целом-то мне нести к вам вещи через дорогу, поэтому я бы не отказалась, но готова купить ее. И называют цену на 700 тысяч дешевле, чем они изначально предлагали. Она такая, не, ну, конечно, никто не согласится. Тем более, цена по рынку у них и так была довольно средняя, так скажем, не завышенная и так далее. Вот, она говорит, я вам перезвоню в понедельник, тогда пообщаюсь в спокойном режиме, там, с клиентами. Я говорю, хорошо. Это риэлтор с их стороны как раз, кто у них вел коммуникацию. Перезвонивают мне в итоге через 5 минут. Это была пятница, не в понедельник, а прям сразу говорит, они согласны, только нужно оформиться до Нового года. Да, это типа там 19 декабря. У меня уже одобрена ипотека, тоже одобрили все вот так вот за один раз. И мы просто пошли, оформились. И 29 декабря я заехала в эту квартиру. YouTube в помощь. Я смотрела, как возводить стены. Я говорила, там, сначала у меня была бригада просто из жилищника, которая мне выносила мусор и возводила стены. И я им говорила, так, здесь армируем, здесь вот это вкручиваем. И я уже такая, как профессионал, закупала все вечерами, ночами. Строю материалы. И на самом деле сделала ремонт, получается, месяца за два полностью таким, как вы его сейчас видите. Надеюсь, что я чуть-чуть больше осветила этот вопрос. Привет, сталкивалась ли с выпадением волос? Как вообще ухаживаешь за волосами, чтобы они были красивыми? Про ботокс помню, может, есть еще советы. Я сталкивалась с выпадением волос, можно сказать, даже с какой-то аллопецией, что на самом деле были довольно серьезные проблемы, особенно когда я увольнялась. У меня кожа головы полностью покрывалась коркой. Какая-то аллергическая реакция. У меня было такое, что волосы просто лезли к лаками. Вот так вот я проводила, и у меня волосы в руках оставались. Это все давно позади. Мне кажется, я как-то научилась больше себя любить, в первую очередь. Не пичкать всякой гадостью, не сидеть на диетах, на непонятных. Дело не в диетах даже, а в каких-то вообще ограничениях. Типа вот это буду есть, а вот это не буду есть. Или там сильно много кофе пить. Все в каком-то должно быть балансе, в первую очередь. Это микроэлементы, гормоны обязательно проверяйте. Смотрите, чтобы у вас все было хорошо. Восстанавливайте женское здоровье. И обязательно проверяйте, ну не нервничайте. Потому что очень часто это все у нас от надпочечников идет. В общем, это все звенья одной цепи. Восстанавливать волосы снаружи можно. И нужно ускорять их рост. Как бы тоже можно. На самом деле есть. Я, мне кажется, рассказывала в старых, правда, роликах. Я делала различные примочки, маски для кожи головы с маслом эфирным бэй. То есть это масло лаврового листа. И мне очень круто помогало. Я так отрастила брови свои. Я так отрастила, в принципе, неплохую гриву. У меня, кто бы что ни говорил, довольно много волос. Просто они очень-очень тонкие. Ну и сейчас тху-тху-тху-тху-тху. Мне кажется, они в довольно хорошем состоянии. Не считая, что у меня осветленные кончики. А по уходу за волосами я бы посоветовала, может быть, кстати, сменить уход на бессульфатные какие-то варианты. Почему? Потому что очень часто нам просто что-то не подходит, какой-то продукт. И вот организм начинает, так скажем, всеми способами пищать, кричать, что вот этот продукт, не знаю, закупоривает, условно, какую-то корку на голове вам образует. И, не знаю, фолликул не выдерживает. И выпадает, если вы будете постоянно, например, выдерживать масла дольше, чем нужно. Вот так и происходит. Вы получаете, получается, что вы ослабляете все корни ваших волос. Я бы посоветовала здесь, наверное, сделать единоразово какое-то глубокое очищение для волос. У вас есть специальные шампуни, можно пройти в салон. Затем перейти на какой-то бессульфатный вариант. У меня есть твердые сейчас шампуни бессульфатные. Или классный вариант Ботавика с восстановлением, например. И еще один вариант, если волосы прям поврежденные. Есть Grow Gorgeous шампунь с Look Fantastic. Он мне прям очень нравится. И в качестве кондиционера я бы, например, посоветовала Ланза какой-нибудь выбрать себе с кератином. А маски бы, может быть, даже сейчас заменила вам на ампулы. И ампулы от Caral такие зеленые есть в Recovery. Они действительно очень круто помогают наносить по инструкции. Так, как борешься со стрессом и грустинками? Поехали. Первый мой совет, который я дала бы всем и каждому, когда вы чувствуете, что у вас что-то вот прямо сейчас в моменте не то, нет настроения, апатия, вы не хотите вообще ничего делать, поднимать руку. Я бездумно иду, открываю свой шкаф, надеваю спортивные штаны, выпиваю два стакана воды и иду на улицу. Главное, об этом не задумываться, не планировать. Вот я сейчас пойду, соберусь и пойду. Ну, вот это вот, понимаете? То есть вы не выстраиваете, не пытаетесь себя убедить, что вам нужно это сделать, вам нужно просто выйти на улицу и реально 15 минут, я не знаю, 3 круга вокруг дома сделать или дойти до какого-то пруда или купить кофе или, я не знаю, посидеть на лавке буквально. Вам нужно переключиться, подышать воздухом. Это помогает абсолютно всегда в моем случае. Если говорить о каких-то более глобальных вещах, я бы сказала, я занимаю свой мозг по максимуму всем, чем могу. Если я хотела чего-то добиться, там, я не знаю, давно хочу купить квартиру, допустим, я иду, это делаю. То есть вы вообще не успеваете думать о какой-то грусти или еще о чем-то, настолько занят мозг. И третий, наверное, самый главный совет, помимо свежего воздуха и всего остального, это спорт. Потому что когда его в моей жизни нет, я намного более подвержена стрессу и намного меньше выпускаю, видимо, какой-то вот агрессивный, что ли, энергии из себя или, ну вот вообще сбрасываю пар. Я не умею, я не агрессор, я по жизни не могу там пройти на улице, толкнуть бабушку или, я не знаю, пнуть что-то ногой. Это вообще не моя история, поэтому я агрессию никак никуда на кого не скидываю, стараюсь во всяком случае. Поэтому это мой единственный способ выпускать какой-то негатив. И я нашла просто виды спорта, которые подходят конкретно мне. Это бокс и это пилатес на реформере, это иногда йога, растяжка, вот подобного плана. Я перестала пичкать себя качалкой условно, какими-то тренажерами, которые мне неинтересны. Мне нравится бокс, потому что это игровая форма кардио, потому что это другие люди, это какое-то движение, это ты пытаешься и увиливать, это какие-то махи. И для каждого такой спорт он свой, возможно, вам в тренажерку классно ходить, просто это не мой вариант. И когда я нашла свои виды спорта, я стала это делать с удовольствием, я стала делать это прям в буквальном смысле для себя. Еще, конечно, если так рассматривать более глобально, я всегда прибегаю к помощи витаминов. Это всегда магний, иногда это даже если я прям сильный стресс какой-то чувствую, знаете, ну не клиническая депрессия, но а-ля из которого я уже не могу вылезти каким-то там простым способом пойти потанцевать с подружками и так далее. Это какие-то ванны с Эпсом Солт, и в общем-то я стараюсь это делать все на регулярной основе, потому что проваливаться в депрессии тоже не моя история, я не люблю что-то, с чем я не могу справиться. Я всегда стараюсь себя за шкербон просто взять и заставить вылезти из любой задницы, и мне это помогает. То есть я надолго в эти состояния обычно не пропадаю. Поэтому витамины это тоже обязательный такой момент, правильное питание, и что касается тренировок, витаминов, прогулок и так далее, здесь же есть еще помимо физики, еще и психологический такой, и помимо психики, физический момент, что вы начинаете себе больше нравиться, у вас начинает светиться кожа, вы более активны, у вас более подтянутое тело, но как бы любого человека это начнет мотивировать и заряжать, и повышать настроение, это тоже факт. Как двигаться вперед, когда ни физически, ни эмоционально не можешь себя заставить? Здесь, собственно, один в один ответ будет такой же, как и предыдущий, но тут я хотела бы добавить, что нужно 100% докопаться до того, что вас стопорит, что конкретно заставляет вас эмоционально и физически затаиться, да, возможно, это что-то, что вы... Каждый человек осознает, что его беспокоит, но мы так далеко прячем это в какой-то сундучок и коробочку, что мы не можем потом себя оттуда достать, мы не знаем, где эта коробка, и не понимаем, в чем причины. Например, у кого-то это там не хочется жить с родителями, да, там, например, хочется съехать, но мы начинаем обрастать кучей оправданий, что там надо накопить деньги, чтобы купить квартиру, или у меня сейчас нет возможности, и в итоге это все как снежный ком. В общем, надо переставать, придумывать себе оправдания, отмотать их назад, вернуться к той точке, которая вам даст стимул двигаться дальше, а когда появляется мотивация и четкая цель, тогда появляется желание что-то делать, потому что вы сдвинулись с мертвой точки. Поверьте, все проблемы решаемы, и мы практически всесильны в этой жизни, потому что все, что вокруг нас происходит, мы делаем ровно своими руками. И кто-то открывает многомиллиардные компании, придумывает какие-то вещи, я сейчас так от балды, естественно, говорю, но так и есть, это все делает человек. Главное, наверное, не бояться что-то делать и сдвинуться, потому что реально все остальное приложится. Твое сердечко занято? Ой, да, да, есть такой момент. Куда планируешь поехать отдыхать в летний сезон? Честно говоря, вообще не знаю. Возможно, это будет Питер, возможно, это будут какие-то близлежащие страны, которые открыты. Возможно, это вообще будет дача. Потому что в этом году, не знаю, куча все равно еще чего не доделано, нужно с балконом разбираться, плюс я посмотрела, сколько я плачу ипотеки, сколько процентов, и стало так грустно, я поняла, что надо максимум своих сил перекладывать, чтобы платить ипотеку, перекрывать больше, чем основной платеж, иначе это просто затянется на века, мне кажется, обидно как-то. Алина, хотелось бы узнать, как ты пришла к блогерству, к открытию своего канала на YouTube? Были ли сомнения, трудности? Если уже есть ответ на эти вопросы, ок. Да, конечно, вопросы эти уже звучали, я на них отвечала много раз, но я могу сказать, что просто единомоментно случилась куча событий, которые меня к этому подтолкнули. У меня появилась камера незадолго до этого, на день рождения мне подарили. На работе я научилась монтировать, вечерами я пропадала на YouTube, потому что это единственное, что меня могло переключить. После рабочего, там, трудового дня, с медиапланами, с такой жесткой, там, структурой условно, организацией. Ты приходишь и думаешь, только вот циклёшка какая-то, да, на рабочих моментах, на технических. И тут прекрасная Станьяна или Соня Есман была тогда, и Лиза Анейра. Ты смотришь и понимаешь, что ты как будто с подружками разговариваешь о чём-то очень таком простом, незамысловатом. Вроде все девочки при этом видно, что и образованные, и речь поставлена. То есть это никак не говорит о том, что мы тут фигнёй занимаемся. То есть нет, на самом деле вот это женское в себе будить, это очень круто, правильно. И я поняла, что я для людей тоже хочу быть такой подружкой, что ли, с которой можно пообщаться, что это прям моё, что я хочу посвятить себя какой-то более женской профессии и деятельности, потому что я себе всю жизнь запрещала быть чисто девочкой. Я была на самом деле очень всегда собранной, техничной, не знаю, у меня две научные работы по математике в какой-то момент были, хотя это абсолютно было отродясь не моё. В общем, в какой-то момент я уехала в Индию и осталась наедине с собой две недели. И я тут не про просветление говорю, я уже рассказывала тоже эту историю. Я говорю про то, что я действительно никогда не слушала, что говорю я, и никогда не задавала себе честных вопросов. А что ты вообще хочешь? У меня всегда было, ну мало ли, что я хочу. У меня там типа есть обязательства, я не могу там перед родителями, не позволю себе никогда сказать там каких-то вещей. В плане, там, папа считает, что у меня должна быть только такая жесткая какая-то профессия, там, препод по математике, бухгалтер и так далее, что-то связано с более точными науками. А тут такая Алина типа может визажистом стать или ещё что-то. Это мне вот просто эта мысль пот бросала. Я там ответила, что действительно это то, чем я заряжаюсь. Я сижу и улыбаюсь, когда я смотрю YouTube, а почему бы мне не попробовать. Плюс на работе произошла такая странная ситуация. Там ко мне клиент один начал приставать. И в общем, в конце концов я там психанула как-то и ушла. Это всё было там в один месяц. И плюс меня дважды позвали сниматься в рекламу. Одну я не буду называть по этическим соображениям. Никакой пошлости там нет. Ну, просто так сложилось. И вторая это была Toyota. И мне прям сказали, Алина, это твоё. Тебя камера любит, ты прям, типа, попробуй. И в общем, да, это всё такое... Я подумала, что это знаки. И надо просто отпустить, попробовать. Я чуть-чуть ушла на год с работы и подумала, что если вдруг у меня всё получится, я научусь монетизировать это каким-то образом, каким-то макаром, то я останусь. Если вдруг я не смогу с этого зарабатывать, и мне не на что будет жить, то я, конечно же, вернусь в найм. И, в общем, собственно, история моя закончилась тем, что я осталась на YouTube. Мне это безумно нравится. Я развиваюсь во всех вообще направлениях возможных, которые мне даёт какая-то моя публичность. Следующий вопрос. Алина, расскажите, как распределяете финансовые дела? Заранее что-то откладываете? И какая у вас система? Мне кажется, про финансовое планирование лучше, наверное, снять какой-то отдельный ролик. Но если коротко. Раньше у меня вообще никогда не было никакой системы. То есть я зарабатываю, трачу, зарабатываю, трачу. И не люблю следить за тем, что у меня там сколько стоит, сколько остаётся. Просто стараюсь включать мозг при совершении покупки. Но когда я столкнулась с более крупными тратами, когда нужно было делать ремонт в квартире, покупать её, там, естественно, первоначальный взнос, мне пришлось сильно подужать свои интересы, изменить подход к финансам в корне. То есть я перестала ходить в какие-то магазины, в которых всё стоит бешеных денег за те же товары. Не то, что прям перестала. То есть я этого на ежедневной, на регулярной основе не делаю. И стала чётко расставлять приоритеты, наверное, правильнее так сказать. Для меня было важнее, чем сходить в ресторан, оплатить ипотеку или купить холодильник и так далее. И у меня работает система следующая. Я трачу деньги, и они у меня появляются. По поводу того, заранее ли я откладываю на какие-то покупки деньги, абсолютно не так. У меня какая-то странная система стимуляции, мотивации доходов, мотивации себя для того, чтобы я получала какой-то доход. Я обычно сначала деньги трачу. То есть я беру, если мне нужно сейчас, я беру это и делаю. Вот если у меня, не знаю, что-то сломалось, камера, например. Если вдруг я не куплю камеру сегодня же, я не сниму следующий ролик. Если я не сниму следующий ролик, у меня не будет какого-то дохода условно с партнёрских программ каких-то или ещё из чего-то. Я просто перестану работать условно. Точно так же работает и везде. Если я буду испытывать какой-то дискомфорт и не куплю себе унитаз или не поставлю холодильник, то у меня испортится питание и так далее. Поэтому я сразу же приоритеты расставляю следующим образом. Я делаю всегда то, что мне нужно здесь и сейчас по возможности. И делаю это, стараюсь как бы планомерно, стратегически и постепенно, чтобы сразу не погрузиться в какую-то жёсткую депрессию от того, что у меня не получается сразу всё перекрыть. И затем я эти деньги стараюсь придумать, как заработать. Я начинаю распределять свои силы таким образом, чтобы повысить доход в следующем месяце так, чтобы перекрыть вот этот вот долг. Потому что я сейчас кредитки, я ни в коем случае это не пропагандирую, потому что я сама их хочу закрыть. И хочу как раз-таки наращивать какой-то костяк денег, который будет у меня как финансовая подушка, и копить заранее, нежели использовать кредитки. Но вот в общем в кредитных всяких системах сейчас есть сто дней без процентов, которыми я всегда пользуюсь, чтобы не тревожить людей, близких, не перезанимать деньги. Я очень не люблю просить. Мне комфортнее быстренько всё сделать, самой перекрыться и всё. Я ничего не поняла, я ничего не заметила, как произошло. Не поняла, как закончился ремонт, как я что-то купила и так далее. Но в общем-то для меня это самая рабочая схема, нежели годами или месяцами откладывать на что-то и совершать покупку. Но здесь нужно понимать, что есть разные типы людей, для которых разное состояние комфорта. Для меня состояние комфорта... Я не чувствую, что я теряю почву под ногами, когда я должна денег вернуть на кредитную карту. Нет, наоборот, я чувствую себя счастливой, удовлетворенной, и мне намного проще этот момент перекрыть. По поводу системы я сделаю какой-то отдельный ролик, как я вообще пришла к тому, чтобы перераспределять доходы, как я себя не ущемляю ни в чём, могу позволять себе большие вещи, чем раньше. Подруги прописали пить Q10. Пожалуйста, поделитесь своим опытом, какую дозировку и марку выбрать. Помню, что было на канале об этом видео, но не могу найти. Так, по поводу того, какой выбирать коэнзим, здесь всё-таки с дозировками всегда стоит обращаться к лечащему врачу. То есть даже несмотря на то, что я сдаю все анализы, проверяю, изучаю всю эту тему, здесь такие вопросы блогерам, так скажем, не задавать, потому что всё зависит от того, в каком состоянии находится ваш организм, хотя Q10 довольно, ну, как бы, в принципе, безопасная добавка, ничего в ней страшного нет. Я здесь ставлю картинку, какой Q10 принимала конкретно я, но я на всякий случай предупреждаю, да, что я, конечно же, не врач, и анализа в девушке не видела. По какой причине я его прописали, я тоже не знаю. Есть ли у тебя молодой человек? Да, есть. Куда пропал твой муж? Классно! У нас такая очередность вопросов. Уже больше полутора лет мы разведены, он никуда не пропал, он ведёт свою деятельность, там, наверняка, знаете, что он дрифтом занимался. Я ни разу эту тему на YouTube не поднимала, и разговор довольно сложный, и, наверное, нет смысла его здесь мусолить. Просто главное, что хочу сказать, очень многие говорили, ну, как же, вы такая пара, классная, и, ну, типа, было ощущение, что вы счастлива. Так и было. Так и было на самом деле, и нам было вместе весело, классно, интересно, он умный, прекрасный мальчик. Мы были детьми, наверное, в какой-то момент пришло время расти. У нас как-то не появилось ни общих целей, ни каких-то планов за это время, и мы просто поняли, что немножко в разном направлении движемся, и это было спокойным, действительно. То есть, наверное, как вы видели, так и видели. В какой-то, в такой, ну, в тот момент самый, когда произошёл какой-то разлад, и вот этот разговор финальный, финальный, в тот момент всё, ну, как бы и произошло. То есть, не было такого, что мы, там, пять лет страдали, мучились друг от друга, а потом решились разойтись. Нет, это было одним днём. Мне просто не хотелось копаться в грязном белье, снимать какие-то ролики, типа, про развод топовый, который обычно очень заходит, потому что это не совсем честно по отношению к двум партнёрам. Это должен, наверное, каждый рассказывать свою историю, а у нас её как таковой и нет. То есть, нет никакой драмы, никто никого не обидел, просто вот повзрослели и поняли, что комфортно должно быть в тишине, наверное, не в движухе, вот что-то такого плана. И, собственно, на сегодня у нас всё. Я надеюсь, что я осветила те вопросы, которые вас интересовали, и мы с вами поболтали, рассказала, что в жизни происходит, чем я конкретно сейчас занимаюсь, и было довольно душевно. Если вам нравятся такие видео, то ставьте обязательно пальчик вверх, поддержите меня. Я обнимаю вас крепко. Всем хорошего весеннего настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok